Прошлый сезон, у нас было 6 выпусков, мы рассуждали о культурной разнице между Европой и теми странами, откуда мы уехали, Россия, Беларусь, Украина, в общем, все постсоветское пространство. Новый сезон, мы решили чуть-чуть отойти от этой темы, сделать чуть шире и, естественно, по ютубовской традиции, дабы набирать просмотры. Мы открыли мне ноги. Давайте встретим прекрасную девушку Татьяну Менгалимову. Собственно, мы позвали Татьяну и решили посвятить наш выпуск. Это будет обсуждение, так сказать, культурной разницы гендерных отличий между мужчиной и женщиной. И, собственно, видите, Татьяна у нас жесткий лидер мнений. Ты жесткий лидер мнений? Мне кажется, я нежный лидер мнений. Ну, отбила. Ну, а что ты мне не оставил выбора? Жесткий, нежный лидер мнений. Давайте так тогда. Да, поэтому... Попеременно. Да. Нет, подожди. Иру мы... Почему мы тебя раздеваем? Что ты такое говоришь? Меня никто не раздевал. Ага. Они меня еще и сабьюзили, они еще сказали никому не говорить, что они меня заставили. Вот, я так и знала. Смотри, что они делают. А теперь газлайтят. Я не разу почувствовала. Вам просмотры в Ютубе нужны, блядь? Да нужны, Руслан. Я же согласилась. Я согласилась. Тормозит Ютуб? Установи PayPal VPN и смотри любимые шоу без тормозов. А по промокоду разница со скидкой 10%. Да нужны, Руслан. Я же согласилась. Я согласилась. Я ныла. Нет. Я с удовольствием все. Вот, видите. Ага. А потом у тебя Шихман будет брать интервью. Ты такая, и меня, блядь, вдвоем. Знаю. Ты просто до конца не читала там Бусти, Патреон, OnlyFans. Третьим. А, да. Мы, кстати, завели на Иру OnlyFans. Без моего ведома. Вот эта камера прямой эфир. Я не знала об этом. Меня муж тайком на телефон снимает. Я выписала для вас. Вы просто хотели меня спросить про эмиграцию. Я себе выписала. Я очень волновалась. Вдруг вы меня спросите, ошарашите меня вопросом. Типа, что изменилось вот за два года, что ты здесь живешь? Мы как раз хотели спросить. И я буду так, думаю, волноваться, что я не смогу ничего ответить. Но я ничего креативного не написала и просто зачем-то записала на бумажку и с собой принесла в юбке, что у меня изменилось. Что у тебя изменилось за два года, что в эмиграции? Спасибо, что спросили. Я совершенно не готовилась. Я вообще не готовилась сегодня. Но вы меня ошарашили этим вопросом. Каждый день я катаюсь на велосипеде. Это что-то новое в моей жизни. Раньше я не каталась на велосипеде. Здесь каждый день. Я перестала бояться старости. Потому что здесь очень красивые мужчины и женщины в возрасте, которые вместе со всеми тусуются на все праздники, выходят, много путешествуют. И много домов престарелых. Хороших. Кстати, реально, мне очень нравится эта концепция, что ты не один в квартире запираешься, а у тебя есть... А с пятью стариками. Другие. Пять каких-то корешей. Можно играть за мино. Мне надо сделать заявление для моей жены. Олечка, пожалуйста, когда я буду старый и дам ёбу, не отдавай меня в дом престарелых. Я бы вообще не хотел быть со стариками. А если там будет йога и медитация? Вообще не хочу. Ты прям как Артемий Лебедев сейчас разговариваешь. Мне кажется, просто я в старости себя... Мне с этими пятидесятилетними делать нечего. Нет, смотри, я в старости себя старым ощущать не буду. Не, он их пролети собрался, если человек... Я буду видеть, что вокруг старые. Понимаешь? Так. Ну, отдайте меня не в старые, отдайте меня, блядь, в колледж. Ну, это почти колледж, на самом деле, когда ты с другими тусуешься вместе, нет? Мне кажется, поэтому... Ну, это как пионерский лагерь, только они тоже ночью друг друга пастой мажут, но случайно. Типа, не задумка такая, а просто немножко альцгеймер и намазок. Да, и фастумгелем только. Просто с утра кто-то выходит, у него щетка зубная с глазом, он куда-то идет. Да, кстати, крутой лайфхак, нет? За дом престарелых надо платить, но и за колледж надо платить. Просто я в 80 лет такой, блядь, хочу быть айтишником. И пойду поступлю в колледж, и просто буду бесить молодежь. Я стала играть в падел. Мне кажется, здесь... Поаплодируйте все, кто играет в падел. Мне кажется, почти все в Барселону, когда переезжают, все начинают играть в падел. Раньше даже не знали. Давайте для тех, кто не знает, что такое падел или падл. 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 Я не играю в падл, потому что мне в падлу. Блин, дядя Руслан. Я не мог сформулировать. Так хорошо. Спасибо, Руслан. Спасибо. Еще можно было сказать, я падл вставал, когда играл в падл. Падла — это что-то среднее между теннисом и бадминтоном. Я не играю в падлу. В общем, это теннис для немощных. Ну, в общем, теннис для всех. То есть это сложно, но это не так сложно, как теннис. И я вам рекомендую, и Таня рекомендует, как кардио-физическую нагрузку и хорошо концентрируется внимание на мяче. И что еще? А, и компания еще. Это компания хорошая. Вы можете сходить с друзьями. Два на два. Да, очень весело. Да, мне прям очень нравится. Ну, потому что, в целом, да, спорта здесь гораздо больше. Ты каждый день на велике куда-то поехал, в эти ракетки поиграл, куда-то пошел пешком. Постоянно здесь ходишь пешком. Мне это очень нравится, на самом деле. Да, это мы тоже обсуждали. Мне очень нравится, что я здесь ходу пешком. Я вообще по своему фитнес-браслету, я там чемпион мира вообще. Реально, мне скоро Samsung какой-то приз должен прислать, потому что я каждый день выполняю норму шагов. Даже если сижу дома все равно. Реально. Ну, потому что вы видели какие-то продолговатые квартиры? Пока я из одной комнаты в другую сходил, это уже пища шаговная. Так, так, что дальше? Ну, еще, конечно, мне нравится, что... Ну, вот этот факт, я не знаю, мне кажется, он так выбесит тех, кто не здесь. И я стесняюсь его как будто говорить. Давай. Но то, что здесь можно путешествовать за 30 минут в разные классные локации за 10 евро. Вот это мне очень нравится. Нам тоже? Да. Мы с мамой были на Ибице. Да. Это супер. Мне вообще нравится, что мама и Ибица в одном предложении у меня стоят. Да, 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 да. Блин, расскажи, это, кстати, очень круто. И в таком предложении, что мать говорит, а Ибица, ну все, конем, как говорится. А потом вы едете и такие, в Ядрит Мадрид поехали. С пересадкой в Ядрит Мадрид. И она мне про возраст говорит? Мама сейчас у нас в гостях, и она говорит... Так что, вы ездите на Ибицу? На Ибицу, говорит, хочу. Вот такая мать у меня. Ну, она в курсе, что это клубная столица? Конечно, да. Я ей предлагала. Может, на малерочку слетаем? Нет, нет, Ибицу, говорит, надо посмотреть. Обязательно. Ну, я давай гуглить, можно ли экстази после 60-ти. Я серьезно, я гуглила, ну, на всякий случай. Я не знаю, вдруг мать захочет. Я должна знать, а я не привыкла ей отказывать. Если Тамара Михайловна захотела, я же должна... Вы в клуб ходили там с мамой? В клуб нет, но мы по барам немножечко. Мы пошли там на Гейскую улицу, выпили по Маргарите, погуляли, сделали немножечко шоппинг, купили маме купальник. На следующий день встретились с подругой ее. На Ибице. На Ибице. Так получилось. Блин, я вот такую старость хочу. Вот, я говорю, я не боюсь старости больше. Прости, я не хотел твою маму старой назвать, я не в этом смотрю. Ну, типа, я имел в виду, что не дом престарелых, а вот такая. Я на Ибицу хочу. Да, да, да. Ну, вот и Тамара Михайловна тоже захотела. Конечно, конечно. Я думаю, что вы тоже хотите. Кто не был на Ибице? Все. Нет, я, кстати, тоже не был, да. Да вы поехали все вместе на Ибице? Слушай, а давайте. Культурная разница на Ибице. Кто там придет? Купим таблеток. Кто у тебя в зале будет сидеть? Вот эти люди? У нас же принято вам вино наливать, но будут таблетки. Вот эти люди, которые наверх смотрятся, да, вот эти на себе зарядки. Весь зал выход. Райнер очень дешево летает. Можно вообще прям за, да, за 15 евро найти билет. Там, где чувак будет говорить, очень хороший выпуск, очень, 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 очень хороший выпуск, очень. Привет. Я сейчас нахожусь в Грузии. Это замечательная страна, но, если честно, я уже жду и не дождусь, когда вернусь в Барселону. Привет. Я в Лиссабоне. Тут круто. Но равнина мне нравится больше. Поэтому пошли в Барселону. Тут пешком недолго. Привет. Я Ира. В отличие от ребят, я уже в Барселоне. И от этого у меня потрясающее настроение. Потому что здесь тепло, красиво, вкусно и, вопреки стереотипам, безопасно. А еще мне нравится, что легализоваться в Барселоне оказалось достаточно просто. Благодаря ВНЖ Инвестора, который, кстати, выдается сразу на три года, и не только на заявителя, но и сразу на всех членов его семьи, вы сможете абсолютно легально проживать на территории Испании, при этом не становляясь их налоговым резидентом, спокойно путешествовать по Европе и пользоваться всеми социальными услугами, такими как медицина, страховка и образование. Ну а самый простой путь к этому – это покупка недвижимости. Кстати, недвижимость в Каталонии все еще доступна по сравнению со многими странами Европы и Англии. Поэтому это отличная возможность как для жизни, так и для инвестиций. И это правда. Вы можете купить жилье для себя, а можете инвестировать и получать пассивный доход. И это будет стабильный пассивный доход в евро, что очень важно на фоне нестабильной экономики и валюты в других странах. В Эстейт Барселона помогут выбрать идеальный вариант для вас – от покупки квартир или дома на побережье для жизни до коммерческой недвижимости с высоким доходом. А еще вам помогут оформить ВНЖ Инвестора, так что вам вообще не надо будет думать о деталях. Эстейт Барселона работает на рынке недвижимости Испании с 2007 года и помогают легко и быстро приобрести недвижимость, а также решить все вопросы с документами и адаптацией. По промокоду «Разница» вы получите бесплатное оформление ВНЖ Инвестора при покупке недвижимости через Эстейт Барселона. Акция действует до 1 апреля 2025 года, а при покупке коммерческой недвижимости вы получите целый год бесплатного управления ею. Вкусно, почти как хамон. Ухаживание здесь, да, мы заметили, что пары одного возраста, да, то есть отношения тут есть у людей. Все ходят за ручки, мне так нравится. Все ходят за ручки. Но я не видела, чтобы молодежь как-то красиво друг за другом с цветами на свидание ждала друг друга. Такого нету. И вообще тут цветочные уродские все. Да, цветочные все уродские. Как будто бы... Ни в одном нет пионов. Зачем вообще делать тогда цветочные? Пионы — это что такое? Это, короче... Хочу сейчас обнять твою жену в этот момент. Вот так, очень красиво. Она любит альстромерии. Альстромерии. Вау. А ты есть в местных цветочках? Да. Везет? Да. Мне вообще кажется, даже те цветочные, которые есть, экспаты завезли. Потому что сами испанцы, у них один день в году, когда они дарят розу книгу. Одну уродскую розу. Мы недавно с девочками это обсуждали. Типа, когда испанцы приходят на свидание с одной уродской розой в целлофане, зачем они вообще ее приносят? Слушайте, ну тут вы несправедливы. Это же праздник национальный. Нет, это да. Продают здесь в массовом количестве. Да, да, да. Это правило в этот день приходить с уродской розой. Да, но они еще и до свидания. Это праздник уродской розы. Это 14 февраля обычно так выглядит. Праздник уродских роз. Уродской розы. Ну правда, мне тоже кажется, я согласна с девочкой, что именно на свидание, в рандомный день, когда ты идешь на свидание, тебе дарят одну уродскую розу, лучше, правда, ничего не дарить, мне кажется. У нас в Барселоне есть один цветочный с пионами. Его открыла моя приятельница. И просто минутка гордости, что эта приятельница младше меня, и мне кажется, лет 25. Она с 17 лет одна живет в Барселоне. Она открыла свой самый лучший цветочный в Барселоне. И мы недавно ездили отдыхать, и это был полный трэш, потому что я впервые в жизни, опять про разницу мужчин и женщин, ездила в отпуск с девчонками. И это вообще другой вид отпуска. Максимально. Когда ты с бойфрендом или с пацанами, и когда ты с девчонками, с пацанами ты такой, мы раскачиваемся полутра, мы, я что-то придумаю, пацанов зову, они такие, ну что-то не хочется вообще. Я такая, ну мы же приехали, вот, я нашла, то, все, поехали, ла-ла-ла. С девочками я вот так вот просыпаюсь. Они уже приготовили какие-то круассаны, уже стоят все в ластах с масками, меня ждут, что мы должны сейчас в новый остров куда-то поехать. И мы с девочками приходим, они такие, мы взяли яхту, мы едем на яхту, срочно. Я такая, хорошо, хорошо, все, поехали. Мы на яхте. И спрыгивает с нашей лодки капитан. Просто в другую лодку и уплывает. Он нас вот так вот вывел из бухты, и его нет. А мы в открытом море. А лодка работает или стоит? А лодка в этот момент выключена. И я такая, девочки, а что происходит? Они такие, да мы искали лодку специально без прав, чтобы потусить, и чтобы капитан нам не нужен был. Я такая, ничего, что мы сейчас в открытое море. Он нам еще объяснял. Там вот острова, вам надо до островов полтора часа где-то плыть. И он еще и показывает. Вот так вот включается, вот так вот рулить. И я думаю, наверное, подкатывает просто к ней, показывает. А это была вся инструкция. Это была вся инструкция. Где этот прокат можно воспользоваться? Это было на Майорке. И это была самая ужасная лодка. Я знаю, куда я поеду с Тамарой Михайловной в следующий раз. Это была даже не лодка. Мне понравится эта идея. У этой лодки не было носа. Она была квадратной. Просто вот такая квадратная штука. По-моему, мы скинулись. Это плод был? Это был плод. С моторчиком. Да, и капитан, когда выпрыгивал, сказал, что земля плоская. Да. Мы выплываем в открытое море. Я говорю, девочки, а как мы сейчас поедем? Ну, мы же вообще не знаем карту. Эта девочка-владелец и цветочно говорит. По звездам, говорит. Да, да я заканчивала кораблестроение университет. Я, конечно, прям капитаном никогда не была. Но я немножко разбираюсь, как это работает. Мы похерачили в открытое море. Нас вот так на этой прямоугольной лодке вот так вот раскачивают на всех волнах. Мы такие... Еще и в шторм поехали. Ну да, там были волны. Очень было стрёмно. Но мы такие, сейчас мы со всем разберемся. Эти две остальные подружки уже фотографируются. Им вообще спокойно. Сфотка меня здесь, сфотка меня там. Эта рулит лодка. Вот так уже ноги закинула. Я просто на них смотрю. У нас вот так вот мимо нас на лодках приезжают люди. Они вот так просто смотрят. Какие-то девочки в розовых шапочках на этом плоту. Вот так вот просто херачат. И вот мы нашли остров, на котором можно искупаться. Ну надо же как-то швартовать лодку. Я такая, ну видимо, нам надо сейчас достать якорь. Никто из нас ни разу, естественно, якорь не кидал. Мы вот так его достали. Вот так херанули. И мы вот так стоим вдвоем и смотрим. Такие, интересно, он зацепился или нет. В этот момент мы вот так разворачиваемся. Аня с мокрым своим телефоном вот так достает. Так, девочки, я уже все сняла на свой айфон. Все уже есть. Посмотрите, он реально зацепился. Мы такие, ну отлично, хорошо, давайте купаться. Мы купаемся. Очень все классно. Ну правда, в этот момент еще Маша сказала. Она вот такая с маской плавает. И говорит, голый дед по фронту, голый дед. И он просто типа нырял с трубкой. Голый дед. Просто коротко об Испании. Хочу так жить в старости. Хочу голая с трубкой плавать где-то посреди нигде. И вот момент, когда нам надо отшвартовываться. А как бы такой момент, что естественно мы выбрали самую красивую локацию с голубой водой возле скал. Мы вот так достаем, я вот так вот достаю этот якорь. В этот момент Маша пытается завести лодку, и она не заводится. А у нас болды. И мы начинаем прибиваться немножечко уже к скалам. И вот сейчас уже прям врежемся скалы. Маша говорит, девочки, не паникуйте. Вы просто ногой оттолкнитесь. И все будет окей. И это сработало. Мы отталкиваемся ногой. Я вот так достаю якорь. Маша еще раз пробует завестись. И она каким-то образом заводится. И мы херачим в открытое море обратно домой. То есть вы добрались. Мы добрались. Я хотела про историю с культурной разницей мужчин и женщин. То, что мне больше всего бросается в глаза. Вы заметили, что здесь очень много пар ровесников. Когда идет, допустим, дедушка с бабушкой, они всегда держатся за ручку. И они всегда ровесники. Мне это просто жестко бросается в глаза. Особенно после того, как Артемий Лебедев сказал, что мне с 50-летними своими сверстниками в постели делать нечего. И я такая выхожу на улицу. И просто куча красивых взрослых мужчин с их красивыми взрослыми женщинами. Ну ты их тоже в постели не видела так. А читать? Если бы не разговаривала. Извините. Тоже можно. Я вообще не согласна. Вообще, как можно мнение Артемия Лебедева ставить в авторитет? Не знаю. Во-первых, будучи 50-летней женщиной с фиолетовыми волосами, я бы не стала спать с мужчиной с синими. Нет, Артемий Лебедев. Нет, а если бы у тебя были обычные волосы, ты бы с Артемией Лебедевым переспала. Тоже бы не стала. Вот и все. Неважно, какой у тебя был. Я не знаю, просто не прошла анкета. Да блин, кто-нибудь переспите с Артемием Лебедевым. Он уже сам себе отсосать пытается. Там анкету, ты знаешь, надо сначала заполнить. Он же ведь кастинг составил на свою герлфренд будущую. Кастинг на свою герлфренд? Господи, боже мой. Блин, я бы посмотрел список вопросов, конечно, Артемий Лебедевым. Только, пожалуйста, предохраняйтесь. Там детей уже, блин, на это хватит уже размножаться. Слушай, нормально, он очередной госзаказ возьмет, всех обеспечит. Там вообще несложное. Это не мы такие. У нас Бусти, Патреон, блять. Пожалуйста, если можно, что-нибудь чуть-чуть пришлите нам. Мы обязательно... Это мы не на себя, это вот все на камеры здесь умоляем. Вот гости у нас чуть побольше просмотров, если можно. Ребят, слушайте, я тут с подругами встречалась, а они крипто обсуждали. Я потом загуглила и ничего не поняла. Там какие-то слова. Батч, Клифф, Декс, Метамаск. Какие-то заклинания из Гарри Поттера. Помогите разобраться, я ничего не понимаю. Ира, привет. А что именно ты хочешь? Ну, чтобы я могла там покупать и продавать всякие биткоины, криптовалюты, чтобы купить могла что-то за крипту, чтобы мне кто-то мог перекинуть крипту. Ну, и чтобы это все было в телефоне, и чтобы все было понятно и просто. Так, всем привет, Ир, смотри, я для этих целей использую платформу Bybit. Достаточно надежная биржа, там все очень просто. Просто регистрируешься, пополняешь баланс с картой и покупаешь любую крипту, которая тебе нужна. Оу, а это безопасно вообще? Слушай, да, Bybit это топ по безопасности. Платформа работает уже несколько лет, и у них серьезная защита. А еще сейчас это лучшая альтернатива для россиян, потому что у них нет вообще никаких ограничений для российских пользователей. А, ты же из Беларуси? Для белорусов тоже. Так, еще, если ты хочешь выводить деньги в валюту, то у них есть удобная P2P платформа. Там тоже все достаточно просто. Ты просто покупаешь крипту за рубли, а потом через P2P платформы продаешь их за евро или доллары и выводишь на мировые карты, ну, какие у тебя открыты, в какой стране. В целом очень удобно, особенно для тех, кто переехал, потому что сидишь в Барселоне в кафе, российская карта не расплатится, а с Bybit очень легко. Ребят, спасибо большое. Вы самые лучшие у меня и самые умные. Я пойду покорять криптомир. Только не забудь ввести промокод «Разница». Получишь бонус на депозит. Еще у них постоянно проходят разные акции, поэтому всегда есть возможность получить что-то приятное. Так, получается, это была реклама Bybit одновременно и в Телеграм, и в Ютубе. А еще все говорят, что я скуф. Я не скуф, я скуби-дуби-дуф. Давайте обсудим все равно, почему здесь больше взрослых пар, которые вместе не разводятся. У меня просто есть теория. Давай. Мне кажется, первая теория состоит в том, что у нас большой упор в СНГ есть на какую-то красоту, на молодость женщины, чтобы они раздетые были. Красивые, с намасленными ногами и так далее. Потом что происходит? Ну, женщины так же, как и мужчины, взрослеют. Женщины так же, как и мужчины, толстеют. Потом они рожают детей. И тоже очень часто, я не знаю, вот вы по себе заметили или нет, мне даже стыдно было, что я помню, я еду в самолете где-то там в Италию, и я вижу ужасно красивый мужчина сидит, просто такой итальянец, просто безумной красоты. И я такая, ну, наверное, холостой, все дела. К нему бежит одна девчонка маленькая, садится на коленки. Вторая и третья. У него три дочки, и рядом с ним я такая... А, дочки. Три же... Люди со своими такие... Нет, и у него еще и жена подходит. Жена абсолютно обычно выглядит как бы, ну, простая женщина. И это здорово, что они, причем первые девочки там где-то лет 9-10, то есть они уже явно очень много лет вместе, все хорошо. И мне кажется, потому что нет такого упора на женскую внешность, не происходит потом этот щелчок, когда женщина меняется, и мужчина такой, так, ну, тогда мне теперь нужна какая-то новая, потому что здесь уже не вписывается. Ну, это круто, но я думаю, что не все так радужно. Мне кажется, скорее всего, они изменяют не разводясь. Это вообще отдельный классный поинт. Учитывая, что в южных странах таких, как Италия и, например, здесь, есть такое понятие, как сиеста, где три часа в обед мужчине делать нечего, и он пошел, вот, и он просто не разводится со своей супругой. Я не говорю, что все так делают, нет. И не думайте, что это сейчас я вам лайфхак подсказала. Но поделилась личным опытом. Не, ну, правда, мне кажется, Таня правильно говорит, мне кажется, не только мужчины. Почему мы говорим, что только мужчины из меня? Да, почему только мужчины, все так делают. Вот, ты тоже из Татарстана. И вот есть такое, что, при том, что, ну, это традиция, это окей. Но вот я просто то, что наблюдаю. Обычно же как происходит? Все садятся на обед, и все доедают. И что делают парни? Мальчики маленькие и взрослые мужчины. Они идут смотреть телевизор или отдыхать, или лежать после обеда. Что делают девчонки? Все вот так резко встают, все втроем, вчетвером начинают мыть посуду, придумывать, что им надо приготовить на обед. Потом мелкие пойдут гонять собак и пацанов. Потом они все собираются, накладывают на стол, убираются, придумывают все, ходят в магазин и так далее. Иногда действительно попросят кого-то из старших мужчин довезти их до этого магазина. И он такой, ну, давайте, ладно. И мы все время что-то делаем, мы должны что-то придумывать. Поэтому, а парней особо как будто бы не загружают. Нет, подожди, это ты говоришь в рамках Казани, Татарстана и именно той восточной культуры. Не, ну, такое правда есть, что женщина в татарской семье, она прям... Это в восточной культуре, безусловно. У меня муж не такой. Я поела, а он моет. Не, у меня тоже так уже. Так вот, в чем прикол. Ты просто в детстве много убиралась на вот этих семейных обедах, такая, так, мне нужен мужик, который посуду может быть за мной, типа. Конечно. Всегда. Найду мужика без работы, чтобы управлять. Почему без работы? Мы все работаем. Ты всегда говоришь, как будто бы те, кто много чего делает, они не работают. Нет, я говорю про то, что, ну, вот, там, в нашей семье, если говорить, с пониманием того, что я вообще абсолютно лоялен и эмпатичен в том, что моя жена ищет себя, и это абсолютно нормально. Я в этом готов ей поддерживать, ее подбадривать и так далее. Сейчас у нас маленький ребенок, она невероятно к ней привязана, я имею в виду дочка, потому что жена на, вернее, дочь на жену вешается просто. Но вот я с ребенком сижу и жена с ребенком, это вообще две разные ситуации. Потому что я сижу, и у меня ребенок самостоятельный. Она у меня уже разговаривает, пишет, что-то там по скайпу друзей нашла и так далее. Там визу оформляют. Когда у меня дочь... Думает, а куда нам переездить? Перед папой... Пап, смотри, папа такой. Да, когда дочь сжимует, то, к сожалению, она прям просто на нее вешается, не отпускает и так далее. Но я, помимо этого всего прочего, там еще и очень много работаю сейчас. Тем более, потому что мы переехали, мы не уверены в каком-то финансовом положении и так далее, и так далее. И в этом плане нет никаких проблем, что жена забрала на себя эту часть нашего быта, когда там, условно, она выбирает, куда мы ходим, она заказывает там онлайн какие-то доставки и так далее, и так далее. И это нормально. Это не я ее нагрузил этим. Это не я, как сказать, отрешился от этого. Это просто такое распределение обязанностей. Ну как это она не работает? Она сегодня у вас вела СММ, снимала на съемке. Она тебе отпаривала одежду, помогала на съемочной площадке. Она вполне себе редактором у вас работает. Нет, она большая молодец, она еще раз говорю, это она себя ищет. Я такой, вот. Блин, Руслан, вот тебе бы тоже нормальную работу найти, а то ты, наверное, ищешь себя. Это же... Да у меня нормальная работа. Да, вот видите, как женщина устроена. То есть, по ее мнению, я, будучи там, ну, вроде более-менее известным стендап-комиком... Нет, конечно. ...ежу с концертами, но еще и на работу, блядь, надо устроиться, понимаете? Конечно же, я не так ими... То есть, я между концертами должен... Жене такой, все, давай, я, блядь, в убер устроился. Сам себя подвожу теперь. Да. Пойду, подвезу людей до своего концерта. Я как раз про ту разницу и говорю, что и как бы ты работаешь комиком, а она помогает тебе в качестве редактора. Это... Нет, у нас вообще все нормально. Единственное, какая у нас, скажем так, несостыковка происходит, я не очень хочу, чтобы жена работала со мной. И она работает с тобой в итоге. Но я не очень этого хочу. Где моя жена? Отпариватель, срочно отпариватель. Где она? Где? Я не могу. Нет, если бы ее не было, это был бы я. Ну, или я. Или Ира, да. Ну, или я. Нет, я на самом деле понимаю... Так, секунду. Я звезда, блядь, или нет? Конечно. Я еще и отпаривать себе все должен, что ли? Короче, я хочу отбить. Я, на самом деле, плюс-минус в целом, наверное, глобально согласен с тем, что мужикам, ну, вот настолько, сколько надо женщинам, не надо. Ну, типа, нам вот то, что есть, норм. Да. Вот, типа, то, что вот это... Вам поэтому и переехать проще куда-то. Да. Потому что ты взял рюкзак, и все. Инфраструктура, и квартиру найти легче. Ты приезжаешь, такой, ну, тебя спрашивают, норм, особенно, если мужик риэлтор. Ты приходишь, он говорит, норм, ты говоришь, норм. Комтракт. А если ты с женой, он спрашивает, норм, ты говоришь, норм. А, нет, ты смотришь на жену, она такая... Вот так делать, и такой, ну, не норм. Не-не, жена вот так говорит. Ну, норм. Да-да-да. И это вообще не норм. Вообще. Это если ты скажешь, берем, дома тебе пиздец. Так вот, без женщины жили бы лишь бы где. Где-нибудь воровали бы, где-нибудь... Я думаю, если бы мужик один снимал квартиру, он бы ее даже не смотрел. Он бы просто риэлтор такой, там норм? Он такой, да, норм. Ну, и норм, все. Холодильник имеется? Да. Господи. Да даже если не имеется, у меня нету, ну, столько продуктов. Так вот, женщине, кроме того, что важно, где она будет жить, ей важна обстановка вокруг нее, потому что так уж природа, или бог, мы не знаем, кто именно, сделали нас, что мы хотим, гнездо вокруг себя видеть, чтобы это было прекрасно и красиво. Но кроме того, когда женщина переезжает, она не сама переезжает, она еще должна перевести сеть своих, как бы, контактов и маршрутов, которыми она пользуется в обычной жизни. Ну, грубо говоря, вот ты один переехал, и тебе никто больше не надо. Она переехала с тобой, вокруг должно быть хорошо, и еще ей нужно заново искать вот эту вот сеть людей, которые имеют с ней физическое соприкосновение. Я имею в виду не других мужчин, я имею в виду людей из бьюти-сферы, тот же самый массажист. Это все новые люди, это сеть, которую нужно заново выстраивать, состоящее из маршрутов и конкретных лиц. И еще можно момент, особенно если семья переезжает с ребенком, то почему-то все это тоже ложится на плечи женщины. Найти сад, найти преподавателей, найти... Так, этот преподаватель не очень, надо найти какого-то другого. Найти педиатра хорошего, еще кого-то. Как правило, это все равно... Мы же сегодня обсуждаем мужчин и женщин, понятно, что сейчас в комментариях напишут, а мой муж не такой. Да нет, нам мужикам меньше надо в этом плане, потому что это вы такие, так, это школа, а что-то мне не нравится, блядь, вот эта вот прическа у нее, каре, она, наверное, только, блядь, с мужем рассталась. Это, блядь, она сейчас будет вымещать эту агрессию на моего ребенка, мы туда не идем, блядь. Мы вообще переезжаем в Валенцию, блядь, потому что там, мне подруга сказала, потрясающий детский садик, там кормят их, блядь, хорошо и так далее. Нам, вот я тоже такой, типа, я такой, из четырех месяцев отдают детский садик, я такой, отдаем. Какой? Да в любой, неважно. Не получится в любой. Я доверяю государству, никогда не думал, что такое скажу, блядь. Но здесь почему-то мне хочется доверять государству, все. Понятно, что это уже супруга такая, я считаю, что это будет для нее стресс и так далее, и так далее. Ну, вы иногда, вот мы даже с женой, с Ольгой в этом тоже обсуждали, что вы иногда хотите, чтобы папа смотрел на ребенка, ну, как мама, а это невозможно. Мы смотрим, как папа. Ну, ты такой, так, ты целый, одеты, накормленный, тебе есть где лежать, все. Ну, нормально. А кто у вас сколько времени проводит? Ты, жена с ребенком. В основном я только. Да? Да. Я дочь беру в туры и так далее. Просто вы заметили, что здесь всегда, вот в основном, мне кажется, это прям, я не преувеличиваю, то есть в основном, мне кажется, 85-90% времени, когда вы видите с ребенком, он, скорее всего, будет с папой. Да, на детских площадках очень много отцов. На детских площадках я сегодня с утра брала кофе, и там просто три мужчины стояли в очереди за кофе с колясками. Но это выходной. Не-не-не-не-не-не-не-не. Как ты думаешь, откуда я это знаю? Откуда? Что на детских площадках только мужики. Потому что ты ходишь на детскую площадку. Не, по возможности, безусловно, я стараюсь разгрузить жену. Безусловно. У нас есть няня, слава богу. У нас есть, слава богу, не слава богу, слава мне, у нас есть деньги на няню. Ауч. И когда... Почему алчный? Опять алчный? Я такой, слава... Я говорю, ауч. Господи, ты еще не услышал, боже мой. Я просто немножко настроен против тебя. Да, я понимаю. Я вот, кстати, извините, может кто-то так делает? У нас с женой кардинально разные в этом плане. Я вот из тех, кто когда покупает новую одежду, вот у меня жена, когда покупает новую одежду, прежде чем ее надеть, она ее стирает всегда. Ой, нет, нет, нет. Да, кто такой же псих? Похлопайте. Я даже, если трусы покупаю, я их не стираю. Да, я обожаю новую одежду вообще. Она поглаживает. Я до последнего ношу уже, пока у меня тут кофе, блядь, все не разлито. Это правда, это вообще правда. Я тоже, я на нее смотрю, говорю, что ты делаешь? Ну, сразу же после стирки теряется вот этот вот лоск первоначального вида, поэтому... Мы просто шутили, просто про глажку я хочу уже договорить. Шутили с моей подругой, что вот она там вышла замуж и недавно развелась с парнем, тоже из СНГ. И мы обсуждали, почему она говорит. Ну, потому что он все хотел сбросить на меня, а у него там грузинские корни и так далее. И он говорит, ну... Она говорит, мне кажется, если я его оставлю одного в квартире, вот просто я уйду на три дня, мне кажется, он там умрет. Потому что он не будет знать, как загружается стиралка. Вообще понятия не имеет. Как готовить еду? Как это вот, что вот продукты, и вот из них как-то можно какое-то блюдо сделать. Что он там реально умрет или, ну, задохнется от пыли, потому что он вообще никогда в жизни ничего такого не делает. Ну, я думаю, что... Скорее всего, он просто будет счастлив. Он хотел ее, он ее просил постоянно, поэтому она с ним разговаривает то, что он ей все время говорил, почему ты не доготовила, почему здесь грязно, почему тут все. Надо перед тем, как брать мужчину в мужья, нужно запирать его в квартире одного на несколько суток. И потом открываешь дверь, не умер, берешь. Да, согласен. Да нет, просто, видите, вот тоже, не умер, берешь. Но он же до встречи с тобой, не умер. Так его там... Да, ну, может, он все время с кем-то жил до встречи с тобой. Короче, просто выходите замуж за Дев. За Дев, в смысле, знак или... За Дев, которые запрещены на территории Федерации сейчас? Или за что? Нет, за Дев его чувство достоинства. О, такой я люблю, пошла водичка. Слушайте, мне кажется, это все сугубо индивидуально. Мы сейчас тоже затрагиваем так, как будто мы поделили, что мы мужики без женщин такие... Вообще же нет. Нет, бывают другие вообще ребята, и такие вообще далеко не все. Есть много, кто готовит, кто классно убирается. У нас, допустим, я всегда срач дома устраиваю. То есть я прихожу в квартиру, и через три секунды, вот я приду сегодня, у меня вот юбка будет валяться где-то возле входа, то где-то на кровати, и я буду сидеть, опять же, как Руслан, вот так вот на диване, и есть что-то вкусное, у меня вот так вот везде это все будет рассыпаться. Я бы вот от этого умер. Да, да, да. Я, кстати, тоже, я за порядок тоже. Я вообще, я прихожу домой, вот даже вот у меня жена там уезжала куда-то, я прихожу, вот у меня, ну вот я, я если даже трусы снимаю, я их вот так аккуратно хуяк складываю. Боже, ничего себе. Нет, я вообще, это... Я не могу, знаешь, так сказать. Можно я тебе объясню, почему? Вот я, например... Кто у нас в армии сколько лет провел? Да, да, я тоже... Это вообще не связано. Это связано. Это стереотип. Нет, он умеет подметать снег. Вот что армия ему максимум дала, мне кажется. Ну, нет. Ну, типа того. Я думаю, что вот это вот складывать тоже оттуда. Нет, вообще нет, господи. Более того... Я не была, я не складываю. Много очень чистоплотных парней, и у меня муж гораздо чистоплотнее, чем я. Это правда. Бэби, ты... Ну, мы, мне кажется, с мужской точки зрения не очень это понятно, потому что, типа, я хочу на свидание. Ну, сходи на свидание. Ну, сходи. Ну, реально ты отпустишь, типа? Ты скажешь, ну да, иди на свидание. Ну, наверное. А что? Ну, типа... Я не думаю, что у моей жены есть такой запрос, но если она придет, скажет, слушай, я хочу сходить на свидание. Сходи. Ну, супер, все. А что ты меня тогда шеймишь за это? Я тебя шеймию? Да. А что это такое? Блин, дядя... А что между абьюзить и газлайтить? Не, ну, я не знаю, может, я чересчур самоуверенный, но я рассуждаю так, что я бы вот не боялся свою жену вообще, не боюсь никуда отпускать, ради бога, потому что, ну, типа, я уверен в себе. Я... Ну, я не думаю, что она лучше найдет. Ну, я не думаю. А если найдет, ну, я буду в ахуе. И в целом я такой, ну, наверное, надо отпускать тогда уже, потому что, ну, там просто принц Уэльский. А представь, если она какому-то еще и комику бы пошла. Мне кажется, вот это могло бы тебя задеть, нет? Не знаю. Давайте только без фамилий. Ну, нет, вот честно, я на капец какому уровню самоуверенности. Я вообще не чувствую конкуренцию. Но испанцы же красавцы. Ну, парни, они что-то... Не, неважно, комики, не комики, кто угодно, я имею в виду. Комик-испанец, представляешь? Вообще не чувствую конкуренцию. Мне кажется, из-за этого и происходит. Может быть, вы просто... Может, люди зачастую, может, там, изменяют или еще чего-то из-за неуверенности, потому что... Ревную точно из-за неуверенности. Да, а я вот действительно... А вот... Кстати, про ревность. Вот я ревную не из-за неуверенности, потому что я тоже в себе уверена, но когда я вижу, что кто-то флиртует с моим мужем, и я... У меня, наоборот, так. Я за мужа в этот момент радуюсь, но меня бесит, когда так кто-то делает при мне. Как бы... Мне не нравится момент, что как будто я в этот момент... Как будто меня за дуру считают, короче. Вот какой момент. То есть, типа, допустим, у меня была ситуация, когда мы идем с мужем, и фотограф была, и она подошла к моему мужу и вот так вот очень интимно воротничоком поправила, вот так на него посмотрела, и отошла. И я рядом стою, я такая... Ну, ты меня прям за дуру, типа, считаешь. Вот такой момент. То, что я в этом не думаю. Ну, не член же поправила. Не, ну, может, там член досюда, мы же не знаем. 12 лет в браке так. Да, не просто так. Смотри, какая фотосессия. Немножечко можно... А я вот... Я, может, тупой, а я не понял, а почему, типа, ты восприняла это так агрессивно? Почему? Не, не агрессивно, но просто, что как будто бы в этот момент... Ну, типа, тебя не замечают. Не замечают тебя, да, что можно при жене подойти, и вот так вот сделать. Ну, у вас же фотосессия, она на работе. Она сейчас... Ну, это ревность тогда не к нему, это претензии к ней. Да, да, да. То есть это момент не ревности, что типа вот он, а то, что вот... Ну, я же как-то тоже здесь. А что, она была в твоем мире, типа, она говорит... Таня... У тебя такой классный парень. Ну, что-нибудь такое. Можно я поправлю ему член? Как тебе? Все-таки... Все-таки член хочется поправить. Торчит прямо из воротника. Извини, это не дело. Сложно сфотографировать так, чтобы не видно было. Так, просто легкий вопрос. Как вы думаете, кому тяжелее в эмиграции, мужчине или женщине? Я считаю, что женщине. Я думаю, мы мужики в этом плане очень сильно адаптивные. Очень сильно. Мне было очень сложно. То есть я там одна с чемоданами слонялась, потому что у нас тоже был такой момент, что там мужу сначала стрессово очень было, и я такая, слушай, ну, давай тогда я остаюсь здесь, ты уезжаешь пока обратно, ну, и там дальше порешаем. Он уехал, я полгода прожила в Грузии. Ну, it's ok, типа, никто ничего не понимал. И дальше мы переехали, и сложно было просто разобраться со всем. Ну, тоже я как бы на себя взяла, и опять же, не потому что муж плохой или еще что-то, мне кажется, часто мы девчонки реально все на себя берем, все контролируем. И я в какой-то момент оказалась тем, что типа я такая, блин, я уже и квартиру нашла, и визу нашла, и школу нам нашла, и уже со всеми договорилась. Я устала. И я прям подошла и сказала, слушай, давай теперь как-то делить там, не знаю, квартиру пополам, чтобы ты на себя тоже. Он такой, окей, я типа сори, что там не включался. И мы... Окей, я не буду в ней жить. И мы договорились. И это здорово, когда у тебя есть возможность отследить свою усталость, пошерить ее с партнером, и он в этот момент включается. И ты понимаешь, блин, у нас классные отношения и классный брак. Мне кажется, что девчонкам сложнее, потому что у них больше тревожности. Вот исходя из твоего рассказа, вот что ты рассказала, они более тревожные сами по себе, по натуре. Не по натуре, а потому что нас так воспитывают. Ну, может быть, может быть, или... Ты должна соответствовать этому, 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 этому и так далее. Да, а у мужчин, как, ну, по моим наблюдениям, все-таки тревожности меньше. И поэтому, наверное, парням легче. Мне кажется, что парни просто умеют очень хорошо еще и скрывать свою тревогу, потому что с девочками чаще говорят про их чувства, а с мальчиками как будто... Да, мы тревогу перерабатываем в инсульт сразу. В алкоголь, в инсульт, побухать легко с парнями. Я согласен с Дамиром, потому что вы, мне кажется, в момент напряжения можете выпустить это куда-то там, поплакав, там, своему партнеру. Все еще зависает, а с Paypal VPN все сайты открываются без проблем. Как в России, так и за рубежом. Используй промокод «Разница», чтобы получить скидку 10%. Вы, мне кажется, в момент напряжения можете выпустить это куда-то там, поплакав, там, своему партнеру, не знаю, подружкам, там, родителям, еще кому-то. А мы, мужики, опять же, может, не все, но я не знаю, Дамир, у тебя так или нет. Ты в момент супернапряжения ты воспринимаешь это как вызов. Да, да. Ты такой, я должен это победить. Ты мобилизован. Да, 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 да. Я жене вот говорил, у меня год назад, как раз где-то осенью, я вот даже искал, я говорю, у меня сейчас такое напряжение, и это чисто у меня было, правда, у меня такое напряжение, что я думал, вот у меня просто так может сломаться рука. Вот знаешь, когда вот просто я такой, блядь, вот так сломается, то есть вот такое напряжение. Да, да, потому что, опять же, рубрика «Патриархат», вы ее не просили, но она здесь, но мальчикам действительно же в детстве мало говорят об их чувствах, если ты плачешь, до сих пор, причем я это вижу, что до сих пор парням говорят, что, ну что ты как девка расплакался, ты что, как сосунок себя ведешь. Вот. А девчонкам, наоборот, когда ты какой-то такой, не знаю, когда ты все на себя несешь, ты тоже какая-то немножко странная. Короче, нам действительно чаще говорят про наши эмоции, мальчикам нет, и это плохо, потому что, ну, ты можешь в любой момент все, что угодно чувствовать. Ну, а в эмиграции можно плакать, никто не видит. Ну, типа, испанцам пофиг, что-то плачет, сидит иностранец. Что, приехал? Это, кстати, правда. Давай. Рыдай, сиди. Мне кажется, они уже между собой обсуждают, что-то славяне плачут, блин, приехали. Видели? В каждой кафешке по одному сидят. Сервесы пьют. Кстати, а здесь дети, вы заметили, что они постоянно орут, бегают, плачут, смеются, и родителям всегда, ну, пофигу. В хорошем смысле слова. То есть, никогда их никто не дергает, что ты бежишь. Да, потому что можно выпускать эмоции. Да, там кто-то вот так упаляет на полу. Так они в школе медитировать умеют. Серьезно? Что говорить? Конечно. Ой, я не знаю. У нас было на каком-то выпуске, у нас Гозик говорил, что в школе есть урок медитации. С ума сойти. В каких-то школах есть уроки медитации. В этом плане, кстати, моя любимая страна с точки зрения ребенка, я вот как родитель могу подтвердить, это просто фантастика отношения к детям здесь. Потому что мы поехали в Германию, жили вот сейчас летом три недели в Берлине, потом были в Турции. Но в Турции тоже очень доброжелательное отношение к детям, но все равно вот мы в Германию приехали, и дочь у нас, ей год, 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 год и один год. Получается 9 лет. И она здесь, взаимодействуя с этим обществом, так научилась себя вести, что мы в Германии гуляем или приходим на какие-то детские площадки. Она, короче, вот так себя ведет. Всех, кого видит. А немцы оказались достаточно хладнокровными, и они такие, типа, это что такое? Это да. Вот так всем удивляется. И даже на детских площадках здесь ты, типа, можешь свои игрушки, их уже кто-то забрал, ты что-то украл, чьи-то другие, какой-то велосипед сел, блядь, взрослый уехал, и всем плевать вообще. А немцы вот, мы такие сидим, немцы прям так аккуратно разложили, понял, все, чуть ли уже не колючей проволокой, блядь, вот так окружили, чтобы никто не подходил. Нет, это правда. То есть они в этом плане очень сдержаны. И мне нравится, да, что здесь дочь, и из-за этого ты тоже, вот у нас быстро отпустила вот эта вот российская вот эта вот ментальная такая скрепа, что да, не ори, не бегай или еще чего-то. Вот я сейчас, мы с женой, мы просто куда-то за ней идем всегда. Вот мы пришли в кафе, она такая попиздила куда-то через дорогу, мы такие, ну, идем туда. И вот ты просто вот так идешь, и она села в лужу, еще чего-то. Нет, это супер. Я за два года ни разу не слышала, чтобы кто-то орал на детей, при том, что их здесь так много. Слышала? Да, по-русски. Да, я то, честно, я тоже, но я решила об этом не говорить, потому что это не очень хорошо. Не, ну это правда, это факт, что не будем это оспаривать. У меня еще детский сад под домом, и нам почему-то с этого супер весело, они в 9 утра, это очень смешно всегда, и нас это вообще не бесит, они в 9 утра, у них завтра, они выходят вот так вот с тарелками, потому что там воспитательницы, родители, они вот так вот выходят с тарелками, с ложками, и вот утром они вот так ходят. Просят еду, типа? Да, 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 типа им весело, они так зазывают. Блин, мне так жаль себя, что у меня не было такого детства, где мне говорили, беги, плачь, выражай эмоции, потому что сейчас меня это психолог учит делать. Да. Каждый раз он выражай эмоции, не бойся, выражай, эмоционируй, не держи в себе. Может тебе тут на полгода пойти в детский садик? Пошли со мной. Нет, при всем уважении, я не знаю, насколько грубо это прозвучит, но можно уже притвориться, прийти и сказать, в детский садик. Ну нет, тебя в другое учреждение отправят тогда. Да, я не смог отпародировать. Может быть, это тоже из медитации, мы же не знаем. Здесь, кстати, очень классные дома престарелых. Это я не к тебе, я имею в виду. Браво! Кто-то крикнул. Браво! Слушайте, вот что я хочу спросить, смотри, у тебя Таня хочу спросить. Здесь, мы говорили про комплименты, что комплиментов не хватает девчонкам иногда, поэтому начинается задумываться о том, что может быть там что-то, какое-то свидание с другим мужчиной. Испанцы делают комплименты вообще вот так, в лед. Сразу же. и это норма общения у них. Я когда первый раз услышал, когда жене какой-то мужик, официант или кто-то просто говорит, гуапа. Типа, эй, красотка. И это норма у них. Это вот комплимент уже? Или харассмент? Нет, мне кажется... Или уже харассмент, да. Какой харассмент, бог с вами. Нет, мне вообще нравится, что тут даже не просто мальчики с девочками. Я вчера брала кофе, и я вот так сижу спиной, и сзади меня официантка вот так вот берет там, не знаю, приходит к ней женщина, видимо, какая-то, и она такая «Ола, ми амор, ком эста, со глапа, ла-ла-ла-ла». То есть типа «Ты моя любовь, ты моя хорошая». И ей отвечает очень сиплый женский голос. Я не поняла, что она говорит. Я вот так вот разворачиваюсь, и эта бездомная женщина зашла, видимо, попросить кофе. И с ней барменша говорила просто как с лучшим человеком на земле, и мне это так было приятно, что у них в целом такая культура общения. Ко мне, кстати, парни гораздо реже так обращаются. Обычные девчонки девчонок встречают типа. Или еще взрослые мужчины, мне это очень тоже нравится, что они не стесняются комплиментов, и если ты там заходишь на рынок, и какой-нибудь пожилой мужчина работает на стойке, и пожилой мужчина берет хлеб, то они тоже такие «Ола, гуапо», и все дела. То есть тоже всегда очень милый и добрый. Ну и странно возражать в этой ситуации. «Ола, гуапо, вообще-то страхолюдина я. Ты в зеркало меня видел, посмотри на меня. Ты что говоришь мне такое?» Что вы себе позволяете? Я вообще турист. Да. Мне кажется, это просто у местных девчонок это как-то самооценку поднимает. Они тоже привыкшие к этому с детства. Мне вообще просто приятна культура общения, где вы вежливые друг с другом, потому что со мной сейчас очень многие поспорят, и я только рада, если люди раньше тоже это чувствовали. Просто я всегда в школьные годы, я была такая из тех, которые заходили в автобус, и такие «Здрасте, дядя! Вот мои деньги! Дайте мне там то-то-то!» И он вот так на меня смотрел просто как на сумасшедшую, типа... И все, я даже мне не отвечал. Мне всегда это было не очень приятно, и я постепенно тоже закрывалась-закрывалась. И тут моя вот эта добрая черта, что я могу тоже зайти и всегда сказать «Мямо, хочу немножко кофе!» Подожди, ну а нет ли такого, что это вот другая среда, и здесь ты к этому легче относишься, потому что мне кажется... Что если бы мне так сказали там, я бы заделала... В России, да, если бы, например, мы с тобой два незнакомых человека, я тебя где-то вижу... Покупаешь кофе, а что, красотка, капучино? Да, я тебя где-то вижу и такой «Опа, прикольная телочка, классно выглядишь, красотка». Если ты не говоришь «Мямо, аркома истас». Так а давай переведем... Давай прям вот переведем «Моя любовь, какая красотка, капучино хочешь?» Я сразу в тюрьму уехал, сразу! Понимаешь? Тебя просто отменили везде. Нет, они говорят, они же всегда на таких еще повышенных тонах, типа «Привет, красавица, хочешь немножко кофе?» Нет, смотри, заходит женщина, и ты в России, например, говоришь «Опа, моя любовь, какая красотка, ты что, капучинки хочешь?» Так обычно бездомные, кстати, общаются. Я уже сразу пизды дал ее муж за то, что «Моя любовь, ты красотка, она подала на тебя во все жалобы, какие только возможно». Это неправда. Так бомжи подкатывают. Вот, так всегда бездомные обычно общаются. Ты идешь, он все время такой «Ай, свет мой сошелся на тебе!» Барышня! Барышня, ваши очи! И ты такая «Как приятно, боже мой!» Нет, так это ему потому, что 15 рублей надо. Ну, мелочь, а приятно, понимаешь? Хорошо. Я бы такие слова и больше бы заплатила. Нет, мне кажется, потому что раз здесь менталитетов, потому что здесь, наверное, со временем здесь нет такого давления на женщин, и поэтому из-за того, что женщины, как ты говоришь, не закрываются в свой кокон, не чувствуют, что она обязана, должна, еще чего-то и так далее, и поэтому они здесь расслабленнее, и подобные вещи они не воспринимают как харассмент или как что-то от них хотят, какую-то опасность. А в России, особенно в последние годы, пошла эта борьба, которая сейчас, безусловно, откатилась вообще так далеко обратно за вот это вот место женщины в обществе равноправное, что я не только там хозяйка за кухонным столом и проститутка в постели, я еще и работать могу. Какая я тебе красавица, я менеджер среднего звена. Да, 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 да. Нет, это правда, и интонация все равно тоже имеет свое значение, потому что с каким посылом тебе говорят, это тоже очень важно. Слушай, ну интонация, здесь язык, я вообще думаю, что я его никогда не выучу, потому что они вот для меня вот так говорят, бля, 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 в целом кунилингус какой-то, бля, кругом, знаете, происходит. Я не представляю, как выучить испанский. А это что же из-за языка зависит? Они же вот так всегда везде разговаривают, просто, бля, бля. У нас же нет в России такой, ты в России просто, бля, знаете, вот так все, бля. Просто говоришь. А мне кажется, что это, кстати, еще... Уже напряжение такое, что у тебя больше шеи нет, бля, уже просто плечи поднялись, уже все как дагестанцы ходят в ахере. Конечно, ты, как вот в этой, сказать, ой, моя любовь, это сразу в какую-то тоже социальную службу надо звонить, бля, и говорить, слушайте, тут парень что-то, у него любовь какая-то. Мне кажется, это еще плюс ко всему в целом открытость к культуре вот этого быстрого общения, когда ты с кем-то видишься, вот я особенно очень люблю, когда в автобусе какие-нибудь бабулечки едут, и они даже не знают друг друга, но они вот оттуда туда общаются, эти подключились уже, они уже всем автобусом стоят и общаются, они не знакомы даже. Ну да, поболтать они любят, да. И в Италии то же самое, там я иду с камерой, не знаю, снимаю очередной влог, и ко мне, о, а ты что, влогер? Привет, как дела? Я такая, о, привет, да, я снимаю влоги, о, как классно, а о чем? И ты хоп-хоп-хоп уже с кем-то поговорил, у тебя уже куча знакомств, и это как-то происходит, на тебя никто не давит, то есть тебе просто действительно... Хоп-хоп-хоп, и твой муж такой уже, как мы разводимся. Похлопайте те, кто считают, что счет надо платить пополам. Не поровну аплодисменты. А кто считает, что счет должен оплачивать исключительно мужчина? Ты как считаешь, Таня? Хорошо. А кто считает, что платить за свидание должен тот, кто хочет? Что значит? Подожди, что значит, кто хочет? Ну, просто мне кажется странно, что мы вешаем все вот в какую-то... Опять же, мне очень бесит, когда мы все вот в одну коробочку. Вот ты вот... Знаешь, как у меня какая-то ассоциация, вот когда видосы, когда в графин залезают коты, и вот они вот залезают вот сюда, и у них только эта форма есть, и все. То есть мне кажется, что, ну, не должны только мужчины платить, и не должны все делить строго пополам. Типа, ну, разное бывает. Иногда, когда ты много зарабатываешь, я вот, допустим, в Москве всегда практически, ну, типа там, мы даже с подружками идем, и я такая, да я заплачу за кофе, типа вообще. Ну, то есть, это по настроению. Что? Ладно. Мне кажется, Руслан, я имею в виду не кофе. Хорошо, мы идем в ресторан, и я могу... Да я заплачу за стейки, не переживайте. За стейки, две бутылки вина французского, я все заплачу. Нет, ну а что? За кофе, за кофе я заплачу, господи. За кофе я могу вообще любым людям заплатить. Буду мимо сегодня идти, скажу, да не переживайте, я заплачу. Потому что я хочу заплатить. Нет, ты просто так сказала по желанию, а если люди пришли на свидание, он такой, я не хочу платить, а она такая, я тоже. Молодой человек, вы хотите за нас заплатить? Ну, в этом случае кто платит-то все-таки? Кто пригласил? Я считаю, да. Кто пригласил? Кто пригласил? То есть, если это моя идея. Ну, то есть, мужик. Я всегда... Я думаю, я думаю, что вот, типа, кто пригласил? Но если бы я до своего семейного периода не приглашал бы женщин на свидание, я бы на свидании не был никогда бы. Так, ну и что? Ну, пригласил? Меня никто никогда никуда не приглашал вообще. Получается, вы хорошо устроились, да? Свидания нужны нам, но они за них ответственные. Почему? Я вообще... Да, вы вообще охуели. Ну, я... Ты прав, Руслан, да? Не хочу так грубо про себя говорить. Я хочу бабочек в голове. Пригласи меня на свидание. Нет, нет, нет. Заплати. И, господи, какой у тебя ужасный вкус. Я не помню, чтобы я кого-то звала на свидание. Я вот мужа в браке зову на свидание, а так, чтобы я первая сама кому-то написала, я тебя зову на свидание? Я на первое свидание сама пригласила мужа, и я спокойно зову на свидание, если, ну... Послушай, ты на первое свидание пригласила мужа, и теперь это твой муж, ты больше никого никуда никогда не приглашала. Ну, я бы приглашала... Я себя знаю, я очень открытая в этом плане, и я бы приглашала. Мы поняли. Ну, то есть вообще изи, в этом нет никакой совершенно... Мне как раз не нравится вот эта тоже патриархальная установка, что вот это он меня должен пригласить. Да, есть такое. Вот он тебе нравится. Чего вы не встречаетесь? Ну, он же меня не приглашает. Вот все. Я такая, господи, напиши ему сама. Я обжигалась. Я пару раз первая пригласила, и все плохо было. Ну, я, если честно... С тех пор я никого и не звала. Когда-то, вот я сейчас вспоминаю, мне тоже, когда еще до свадьбы, все время, когда писала женщина сама, ну, девушка, типа, давай куда-нибудь сходим, это всегда как-то было так, типа, что... Потому что такая установка, да. Я вот так реагировал типа, что... Ты всегда думал, что ты просмешься в ванне со льдом без почки? Вот эта история, когда, блядь, сходил на свидание. Всегда, мне нравится всегда. Ну, хотя бы за кофе заплатила, блядь. Максимум два раза ты мог проснуться тогда без почки. Это очень... Спасибо, блин. Спасибо. Приходи на мои концерты. Короче, мне кажется, что, да, я спокойно бы пригласил на свидание. Для меня вообще в этом нет никакой проблемы. И даже если он пригласил на свидание, я всегда предложу сама за себя заплатить. И мне всегда проще самой за себя заплатить, чтобы, ну, не быть обязанной. Но со мной... Это да. Многие мои подружки не соглашаются и говорят, что это жесть. Надо, чтобы вот он платил и вообще в семье мои деньги. Мои деньги, его деньги, общие деньги. Я так вообще не живу, но это окей, типа, для каждого какой-то свой вариант. Но, типа, это окей, опять же, потому что вы переезжаете, и здесь надо быть, мне кажется, открытой к тому, что мне просто тоже это не нравится, когда только на мужчинах большая финансовая ответственность, потому что, тем более, после переезда это нормально, когда у всех все меняется. У кого-то были отложенные деньги, у кого-то больше работы, у кого-то меньше. Тут другой вопрос, чтобы, типа, мужчины умели... Мне кажется, что мужчины часто не умеют, допустим, отслеживать свою депрессию. Мне всегда кажется, что это какая-то фигня. То есть, если у тебя после переезда тебе плохо, надо пойти с этим разобраться, включаться в работу. А то как часто, типа, либо лежат без работы, потому что плохо и отрицают это. Ну, либо что-то сваливают. Короче, все это надо обсуждать, разбираться в чувствах и все такое. Это вообще... Это вот, знаете, как вот, грубо говоря, тебе в институте преподают, да? И потом ты... Ну, как теория и практика, да? Когда ты приходишь, такой, вы вообще ничего преподаватели, это вообще ничего не работает вообще. Это когда ты такая говоришь, это вот если ты в депрессии, то ты должен поделиться с ней, сходить куда-нибудь там к психологу, развеяться. Я тебе тоже обязательно об этом помогу. Вообще в жизни... Это же... Ну, у тебя же в сутках не 57 часов, знаешь, и в неделе 24 дня. Я к тому же... У тебя вообще все это... И ты такой... Да, да. Да? И очень важно делиться, если тебе плохо. И... А то часто же такое тоже бывает. А как ты поделишься? Если тебе плохо, я не знаю как, ну, вы в эмиграции, вам обоим плохо. Да, это правда. И тебе же она такая, блядь, мне так плохо. Ты же не можешь сказать, нет, блядь, мне хуже. Нет, не можешь. Милочка, давай-ка эту неделю ты вывозишь, блядь. Все, теперь мои пионы хочу, блядь. Это невозможно. Это я не знаю, может, это наши какие-то действительно ментальные установки, маскулинные и так далее, но ты не можешь в таком ключе расслабиться. Просто не можешь. А еще у вас детей ни у кого нет, с детьми вообще пиздец. Вообще, для... Блядь, для женщины маленький ребенок, это вообще такой у нее тотем вообще. Ты ей ничего предъявить не можешь. Ничего вообще. Вообще ничего. Она просто переспит со всеми марокканцами в Барселоне. Я ей скажу, ты что, с ума сошла? Она такая, смотри, у меня дочка. Она так липнет ко мне вообще, я так устала, блин. Она просто не отходит от меня. Это просто какой-то кошмар. Я вообще ночами не сплю, блядь, и так далее. Тут, ну да. Так что... Ну и давайте я немножко подушню. Не стоит забывать в плане разделения счета. Я, конечно, ну как бы... Мне окей платить, но не будем забывать, что согласно статистике Headhunter, женщины за одну и ту же должность получают всегда на 30% меньше, чем мужчины. То есть даже если ты работаешь одинаково, я работаю одинаково, ты получишь на 30% больше. И в целом у женщин гораздо больше еще и каких-то трат на себя. Поэтому я могу понять девчонок, которые со мной спорят, потому что действительно не очень сильно это все логично. Когда мы будем жить в мире, когда у женщин будет одинаковая зарплата, и у женщин будет меньше нагрузки в плане детей, а то я вот это тоже обожаю. Но вы же потом забеременеть можете, и будете беременны ходить. Но мужчинам таких вопросов не тут, как будто бы только у женщин дети рождаются, а у мужчин дети вообще не рождаются. То есть, чтобы когда... А потом проблемы. Я просто думаю, вот мне, если говорить про последние годы, вот это вот пошла революция, феминизма и так далее, я думаю, что главная проблема это то, что это революция. То есть это все пытаются как-то достичь революционным путем. Знаешь, не эволюционным, а революционным. Ну где ты видишь какие-то митинги? То есть просто женщины в какой-то момент, я сейчас с полной эмпатией и так далее, но такие в какой-то момент, так, мы не бреем ноги. Это революционно. Ну, мы столетиями привыкли, что ноги бриты. Я все еще с дядей Русланом где-то на столе. Нет, ты услышь меня. После самогоночки. Ты услышь меня. Какие ноги, какой феминизм вообще. Услышь меня. Мы не против, если ваши ноги будут не бриты, например. Ну давай ты за себя говоришь. Но надо к этому привыкнуть, понимаешь? Вы нам десятилетиями такие, смотри, ноги должны быть идеальные, вообще идеальные. Им десятилетиями, десять лет это было, до этого никто не брился. Сколько этих мемов, что женщина такая, ой, блядь, побрила ноги, значит, я ему сегодня... А, вот для чего это была реклама, вот это вот. Это чтобы мы привыкали. Я одну ногу побрила этим станком, вторую вот этим. Да, хотя бы как-то помедленнее, что не сразу резко, две ноги не брею, типа, одну не брею. Чтобы ты такой, типа, ну, блядь, хоть до чего-то мог докоснуться не волосатого, понимаешь? Я вот про что говорю, вы резко сразу такие, блядь. Ух! Никакой революции. Ну ты что, ну ты где-то видишь какие-то сумасшедшие марши, или что тебя затаптывают на улицах Барселоны, и говорят... Волосатыми ногами. Волосатыми ногами. Без педикюра. Нет, нет. Какая революция? Какие десятилетия? Это только 10 лет, вот когда появился маркетинг и реклама, все стали брить ноги. До этого никто не брил. Ни там, ни тут, нигде. И под мышкой. Посмотри все эротические фильмы 90-х, 80-х. У всех волосы все счастливы. Я в этом мире с 79-го года. Ну и что, в твоей юности... А в порно с 80-го? Я просто, ну, немножко спец по эротическим старым фильмам. И я знаю точно, что там нет бритых женщин. С бритыми ногами? Не существует их там. Тогда туда просто был не сильный кастинг. Туда брали всех. Короче, случилось это вообще не резко, я считаю. И женщины брили ноги не всю жизнь и вдруг перестали. С какого года женщины? Смотри, ты прав, если брать... Ты права. Я уже такая... Я уже запуталась, кто из вас что, какую точку зрения отстаивает. Если взять всю историю человечества, то, как сутки, то брились мы всего долю секунды. Да. Спасибо. И она сейчас это доля секунды. Окей, но я существую эту долю секунды. Я не существую четыре часа. Но мы поняли. Волосы, но постепенно. Все бреют ноги. Я такой, все, это хорошо, мне нравится. Бритые ноги. Взрослые человек... А потом такие, не бритые. Ты такой, блядь. Что это такое? Я надеюсь, что вот это все втизировали. Когда мы просто орем уже друг на друга. Взрослый человек отличается своей взрослостью тогда, когда он может менять свои установки. Слушай, я адаптироваться могу. Писюн не может. Понимаешь? Там какая-то химическая реакция, которую я не могу ему объяснить. Вот смотри, я сейчас если вот буду сидеть и такой, встань, встань, встань. Он не встанет. Я могу сутки так сидеть, он не встанет. Но он по-другому работает. Ты что-то видишь? Какая-то химия там такая. Какие-то гормоны. Хуяк. И он такой, фууу. А ты такой, нет, нет. А он уже, фууу. Вот как это работает. Богатый русский язык. Фуууу. Чисто дядя Руслан решил поделиться своими проблемами. Ну нет, давайте, давай, посмотри, давай я попробую. Мне кажется, я понял, что он говорит Руслан. Давай я попробую на другом примере. Для меня тоже революция. Нет, просто я хочу зафиналить, что, господи, боже мой, это уже просто, это же суперлегко. Феминизм, он не связан с бритыми-небритыми ногами. Женщина может делать своими телами все, что она захочет. Я феминистка, у меня лазерная эпиляция. И это окей, ты можешь делать все, что ты хочешь. Ходить на каблуках без каблуков, просто типа отъебитесь от женщин. А кто до вас доебался? Вот такие, как ты, Руслан. Кто? Я вообще ни до кого, что? Ты маркетолог. Я знаю ответ на этот вопрос. До нас доебались мы сами. Вот! Браво! Браво! Ну, под воздействием... Подожди, я не закончила предложение. Под воздействием внешним. Кто владельцы самых больших корпораций, особенно раньше были? Женщины часто допускались? Нет. Нет. Мужчины. Да, вот эта тема фемини... Я понимаю, что ты хочешь нам сказать, что феминизм, он не про это, он не про бритье, не про... Нет, нет, я даже сейчас не про это. Большие корпорации, ими владеют мужчины. Дальше. Маркетинг. Реклама. Большую корпорацию. Ну что? Большую корпорацию. Вы понимаете, что он спрашивает? Я не понимаю. Извини. Можно еще раз? Она не вывезет большую корпорацию. А, она не вывезет... А почему? Потому что она женщина? Отчасти? Не-не-не. Отчасти? Что значит отчасти? Я извиняюсь. Нет, смотрите, я думаю, это чуть-чуть некорректно, потому что все-таки, если мы говорим про большие корпорации, которые старые, они появились в то время, когда мир действительно был маскулинным, мужским. И уже сейчас... Сейчас уже есть корпорации, которые женщины... Да, сейчас есть корпорации. Есть корпорации, есть женщины-президенты стран. Отличный пример. Да. Что? Отличный пример. Я вот там хочу спросить. Человек вообще может? Я просто не вижу, кто это сказал. Человек может стать президентом? Конечно, и женщина может стать президентом. А почему женщина не может стать владельцем большой корпорации? Не кажется, что... Да может! Он это имеет в виду. Ты нет! Что-что? Женщина может стать президентом. Женщина-президент. Ты конкретно нет. А при чем тут я-то вообще? Мы сейчас меня обсуждали? Нет, и такие же, как ты, которые не способны на это. Вау. Ну нет, это... Ну нет, возможно, может какой-то у вас там конфликт. Да, я не знаю. Это что-то уже личное какое-то. Нет, это, слава богу, это не мой муж. И надеюсь, что ничей. А то он просто насиделся вначале, наслушался про свидание такое. Что? Если честно, мне тоже кажется, что не доплачивают мне. А где тебя не доплачивают? Ну вообще, в принципе, я думаю, что нечестно. Должно быть по-другому чуть-чуть. Ну а как должно быть? Нет, смотрите, я согласен. Если, например, есть учитель, который просто учит детей, и мужчина и женщина независимые, они должны получать одинаково. Это безусловно. Ну, это безусловно. Водитель автобуса, пилот самолета, кто угодно и так далее. Но если... Но не комикессы, да? Ты сейчас хотел добавить. А с комиками вообще все очень честно. Ты получаешь столько, сколько на тебя пришло людей. Вот и все. Мне хотелось бы Иру, если честно, послушать. А пришло людей? Ну, ты ставишь свой концерт. Смотри, есть... Ты сейчас со мной не согласишься, потому что ты адекватного, прогрессивного, современного мнения. Но есть мужчины, которые просто не доверяют женщине. То есть он, не зная моего творчества, он и не пойдет. Просто потому, что я женщина. Потому что, к сожалению, стереотипно женщина менее смешна. Ты имеешь в виду, что вам тогда тяжелее завоевать аудиторию? Да. Не без этого. Да. Потому что есть такой стереотип, ровно как и про женщин-футболисток, к слову. Да. Но есть Тейлор Свифт. Так. Она поет. Дядя Руслан. Так. Чему? Ну, я... Хорошо, назовите мне сейчас хоть одного мужика-певца, который вот так, как она популярна сейчас. Мне кажется, таких, если честно. Много? Майкл Джексон был, допустим, вот там до недавнего времени. Я про сейчас говорю. Ты Газманов, но... Да, собирает стадион. Не, ну с Тейлор Свифт же сейчас что-то страшное случилось. Не, я думаю, Тейлор Свифт... Бэкстрит, бойс! Дрейк? Дрейк? Да. Подождите, по-моему... Дрейк Ламар и Викенда. Да, да. Не, ну, по-моему, по последним каким-то данным, Тейлор Свифт сейчас бьет все рекорды по мировому турнику. Человек годы. Викенда пока что бьет. Викенда бьет, да, все-таки? Ну все, видишь, и тут мы вас отпетрушили. Мне так не кажется. Что, чтобы модели девушки... Да, да, потому что... Девушки-модели больше зарабатывают. Вот, пожалуйста. Мне кажется, это связано с тем, что, чтобы женщине быть в чем... Ну вот сейчас про футбол-то, вот ты начал говорить? Самая популярная футболистка, она самая сексуальная футболистка. Да. И это происходит потому, что женщина сексуализирует, как мне кажется. Господи, ты просто родной человек. В разных профессиях. Я все пыталась это сказать, но просто ждала, пока все выскажут. И женщина будет успешна. Вот, Ир, мне кажется, и в комедии в том числе. Я считаю, что это несправедливо. А на женщину больше пойдут, если она будет выглядеть вот как ты вот сегодня. Да! И это ужасно. Ну то есть это то же самое, что мы сейчас обсуждаем. Типа, что женщины-футболистки зарабатывают мало, зато онли-фанчицы классно. И я должна, типа, такая... Ну тогда сиськи пойдем покажем, Тань. А что? Ну пошли раздеваться. Да это не только в онли-фанчице. Вообще, в целом, в любой, вот как мне кажется, в любой профессии, я сейчас... Ну какие-то есть исключения. Понятно, там учителя-врачи, наверное. Но в целом, вот если говорить, там, блогеры, какая-то творческая профессия или там спорт, популярная какая-то профессия, то там, ну, должны присутствовать какие-то элементы сексуальности у девушки. Мужик, может быть, и, ну... И жарахов. К большому сожалению, я пришла к этому. У меня вообще-то какой-то психологический момент по одежде. Я все это время, что занимаюсь стендапом, я все это время, и до этого, одеваюсь в широкую одежду мешковатого характера. Оверсайз. Оверсайз, да. И, наверное, подсознательно, я не хочу, чтобы с меня считывали сексуальность, в принципе. Чтобы были сконцентрированы на том, что я говорю. Но со временем я пришла к тому, что, ну, так, блядь, мир устроен, что нужно показывать ноги хотя бы. И мне очень... Ну, мне прям... И я не могу сказать, мне это нравится, мне это не нравится. Я пока еще не понимаю, как я к этому отношусь. Это просто факт, что я вынуждена пользоваться этим инструментом, иначе по сравнению с кем-то я, возможно, буду менее... Ну, потому что ты хочешь быть более успешной и там больше зарабатывать. Тут же, видишь, тут такая история. Ну, это сложный мир, да, надо понимать, это сложный мир. Не все... Вот смотрите, даже среди мужиков, актеров, большинство, наверное, каких-то талантливых, общепризнанных актеров, они более или менее симпатичные. Достаточно симпатичные. Ну, то есть там Джек Николсон, он один на миллион вообще. ДиКаприо, Брэд Питт, Джут Лоу и так далее. Все-таки миром рулит секс, как бы, кто бы этого не хотел, это... Ну, на этом жизнь устроена, на сексе. Без секса не бывает продолжения жизни, поэтому так устроено. Я так демонстративно, ноги. Помните этот фильм? Да. Какой итог? Тебе понравилось у нас шоу? А, подождите. Подождите, у меня еще один вопрос есть к Тане. Да. Про феминитивы. Как ты к ним относишься? Режиссер, режиссерка, оператор, оператор. Почему ты не нежный редакторка? Например. Ну, я завела давно канал, но я окей, отношусь ко всем формам. Мне кажется, правильно спрашивать у человека, если вы там его представляете, какие-то регалии. На самом деле, да. Мне тоже не принципиально. Меня часто спрашивают комик, комикеса, стендаперка, стендапеса. Но есть женщины, которым это очень важно. Они прямо впрягаются за феминитивы. Но меня удивляет, почему мужчины не впрягаются за мускулитивы. Ведь далеко не все мужские профессии звучат сильно по-мужски. Например? Ну, например, там, типа, летчик. Ну, человек поднял в воздух 20 тонн металла. Летчик. Но мы же не называем его летчица. Вот в чем момент. Но все равно это за то, что летчик, за что он? А как? Ебать летчик. Ну да. Раньше с феминитивами я понял, что, ну, просто действительно, есть сейчас большая дискуссия и, может быть, даже где-то борьба, когда говорят. Мне кажется, уже тысячу лет нет. Я не знаю. Ну нет. Мне кажется, с этим уже разобрались. Ты просто уже тысячу лет в Барселоне живешь, блин, и тут вообще ничего нет. Мне кажется, с этим уже разобрались все. Тут в целом сервис удал с утра. Летчик, летчица, пойду на работу. Что там в мире происходит, да. Сколько билет стоит на Ибице? 30 евро. Мне похуй, кто мне везет. Летчица, летчик. Главное, что я лечу на Ибице. Главное, чтобы пилот был. Да. Но я заметил, если просто ради даже говорить про эту тему, я заметил, что в этом плане самый, получается, справедливый, или как это назвать, правильный, удовлетворяющий, эмпатичный, это язык ругательств. В ругательствах строго соблюдаются все эти вещи. Строго. Ни одну женщину ни разу не называли мудак. Там четко. Мужик мудак, она мудачка. Там, ну, заметили? Он ведет себя как блядь, а она как бледина. Да. Бледина, блядесса, можно сказать, тоже бледесса. Ну, это очень уважительно. Саня хочет тебя поддержать. Спасибо большое, я все еще не хваку, это правда. Я напрек мужчину. Да, но это очень... Не, если хочешь, мы можем обсудить. Может быть, у нее действительно какая-то проблема, но... Ну, какая проблема, орать человеку, ты не можешь быть владельцем... Нет, не женщиной, конкретно ты никогда не сможешь. По всем темам. Спасибо большое. Ну, я так скажу, мне, когда кто-то говорил, что я что-то не могу, я именно этого и достигала, так что... Я именно этого и не могла. Ну, Руслан, я хотела поднять настроение, Таня, замотивировать. Ты сейчас, блядь, я испортила настроение, и мне испортила настроение. Так, короче, я... Не, в целом, я всегда радуюсь, когда у вас получаются такие выпуски, и даже подобная реакция, мне тоже... Это круто, потому что, ну, это живая реакция. Смотри, человек что-то задело и волнует. Это круто, это значит, мы не просто так здесь существуем. Это не так, что кто-то включил, такой, ой, что-то не смешно. А и должно быть, блядь, смешно. Сейчас, время такое. Так что круто. Может быть, вы спишетесь в этом, в соцсетях? Не, я бы вообще хотел бы, блядь, знаешь... Обязательно. До последнего. Я бы вина сегодня, как наебенился бы вечером. И такой... Ну, давай, дружочек, блядь. Покажи мне свои достижения, блядь, вообще. Знаешь, что это очень популярный сейчас тред такой в Инстаграм, что, типа, мужчины говорят, что у них нет депрессии. Так же мужчины, обычно они там, знаешь, типа, жестко где-то там на рок-фестивале друг в друга врезаются, там прыгают где-то со 150 метров куда-то. И ты тоже такой... Меня вообще не задевают такие комментарии. Склейка, ты просто набухиваешь себе вина, пишешь этому человеку. Блядь, а что если, что если, смотри, что если мы, наоборот, его всем нашим выпуском сегодня расслабили? Представляешь, что если он всю жизнь вот так ходил... Ну, говорили, Валера, ну... Он такой, все в порядке. А тут он послушал, что ты ему сказала, ты можешь расслабиться, покажи свою боль. И он такой, ты не можешь! Это так и было, боже. Короче, Ребзи, спасибо вам большое, что вы все пришли. Мы вас очень любим. Давайте Тане похлопаем. Большое спасибо. Татьяна, спасибо, что пришла. Это было классно, потрясающе, чудесно. Да, я хочу сказать, что наверняка сейчас в комментариях все будут чью-то сторону поддерживать, не поддерживать. Меня просто разносить. Руслана разносить, еще кого-то. Но на самом деле, мне кажется, мы супер пообщались, потому что все приняли какие-то там разные взгляды друг в друга. Я вообще никого не осуждаю, не джаджу. Я, наоборот, всегда за то, чтобы каждый принимал вот свое решение. Нет, мы полная эмпатия, особенно тем, кто сейчас находится в трудной ситуации с эмиграцией, переездом, всеми событиями. Мы шлем вам лучи добра, а я сейчас пойду домой. Надеюсь, что моя жена уже приготовила мне еду. Все отпарила и так далее. Так, мы... О-о-о! Чтобы вы понимали, мы вначале хотели подарить по одной розочке, но... Целлофане обязательно, да. Мы быстро написали нашим ребятам, чтобы они сходили и купили побольше. Все, эти аплодисменты нашим дамам. Это нашим девчонкам. Давайте похлопаем им. Спасибо. Все, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, да. Спасибо, ребят. Субтитры сделал DimaTorzok